пока я еду снимать инвесторскую квартиру для вас и хотел поговорить на очень интересную тему но как бы подумал о том что раз уж я еду снимать квартиру от инвестора который мне позвонил передал ключи заодно так сказать кратенько вам скажу что если кому-то нужно продать квартиру вы позвоните мы обсудим это и я выложу рекламу сниму видео выложу рекламу на своем канале с удовольствием не отказывая никому единство что прошу чтобы была адекватная цена слишком дорогая вот а поговорим мы сегодня на такую тему почему я не люблю такие знаете долгие строящиеся объекты да вот наверное вы заметили что не очень много я уделяю внимание таким объектам как который строится по фс 214 там фрукты морская симфония да я работаю стараясь падеру поэтому другие этом не беру в расчет да там которые там строится нас по всему большому сочи но я выскажу свое просто мнение вы согласны не согласны напишите в комментариях но по нескольким рядом причин не очень приятно вы знаете снимать о стройке которая начинает там сдвигать какие-то сроки потому что спрашивает в основном сразу с риэлтора да вот не с компании потому что вы же рекламируете вы же говорите о сроках значит вы несете время на ответственность да вот за вот эти вот задержки так далее то есть но начнем с того что ни один фс 214 который строился в сочи не сдался вовремя при этом я вам скажу даже не только это фазе касается но и других так сказать высота которые строятся допустим там многоэтажных да такие как и континент и адлер в том числе вот взять опять же 1 да я купил уже полтора года назад там квартиру потом я поменялся на верхний этаж доплатил денег все конечно хорошо сейчас он уже практически на предсдаче все нормально но ведь я полтора года ждал этой стройке до всего там длилось чуть больше на двух лет а со мной также ждали и другие люди которые там покупали не только через меня но в итоге вы знаете сколько было разговоров сколько недовольство вот это а вот они срок сдвинули там или отклонение от какого-то проекта вот обещали там футбольную площадку сделали парковку а вот но такие вы знаете мелочи которого я постоянно вижу и слышу в в чате да вот то есть не такие какие-то возмущения недовольствия просьбы там всех собственных которые там приобрели квартиру а опять же вот в большинстве случаев их волнует именно срок сдачи и так далее это каждого волну но как практика показывает все малоэтажные строения клубные дома сейчас они конечно же со статусом жилое помещение они строятся быстрее они не зависят от каких-то знаете факторов когда там допустим надо на уровне краснодарского края определять что-то там юридических каких-то аспектах оформления вот взять опять же голубые далее кстати тоже в готовом состоянии уже сколько стоит я честно говоря уже даже не интересуюсь этим объектом потому у меня не было ни одной продажи там хотя пару раз как показывал вам и вторички какие-то да ну то есть перепродажи вернее вот и часто я вижу уже и вторички появляются и люди некоторые просят меня там снять правда не по адекватной цене какие-то свои предложения вот тоже фазы 214 это же я честно говоря даже не знаю там стану до конца не стан в каком стадии вот если кто-то знает напишите потому что это тоже фазы и ведь большинстве случаев когда начинается вот такая вот стройка естественно у людей вызывает интерес и многие проявляют интерес со стороны инвестиций я уже как-то вот сделал специальный ролик об инвестициях и доказывал так сказать схематично это все что залазить в стройку по фазе там или вот это многоквартирный высокоэтажку да не так выгодно насколько выгодно это малоэтажный потому что вот накупили там инвестора к примеру да и теперь они пытаются допустим продать считают свою прибыль а там достаточно их много конкуренция высокая опять же виноваты будут одни риэлтор вот я послушала какого-то там специалиста купила там квартиру для перепродажи продать теперь не могу обещали такую цену на самом деле такой вот поэтому я не люблю вот эти многоэтажные продавать дома хотя я их показываю также я веду не люблю продавать именно с целью инвестиций да или с целью вот вы там возьмете там квартиру и сэкономите много-много денег на самом деле как бы да я там в тот период времени когда я покупал по 65 тысяч за квадратный метр сейчас уже ценник вырос до 105 это тоже хорошее вложение но по крайней мере вы понимаете не все готовы так ждать все привыкли что это достаточно быстрый процесс все хотят какую-то заработать прибыль и так далее и поэтому вот вот эти вот большие квартальные застройки немножко как бы меня пугают и в плане начинается вот вот этих отложения сроков очень очень много короче аспект поэтому если у вас интересует допустим там фазы объект какие-то допустим там со скидками с рассрочками так далее я с удовольствием вам его предложу но понимаете вы должны сразу готовиться к сюрпризам которые могут возникнуть в дальнейшем и настраивать себя на так сказать на терпение какое-то на ожидание потому что вот когда строят клубный дом он быстро строится он там максимум год у него до получения документации да вы и вы эти объекты видели я их показывал и показывал по поводу инвестиций и заработка и так далее то есть все делается быстро что касается вот этих вот высоток это долгий процесс участок кстати знаю новостей новая стройка будет строится гринтаун 2 я так понимаю потому что на эту же территорию где сейчас я проживаю через обозе начинает строить застройщик который гринтаун да вот этот первый построил и по слухам я слышу что там получил разрешение на 12 этажей но продаж не будет потому что сейчас застройщики не хотят продавать через вот эти скроу счета он нашел допустим деньги финансирования на полный на полное строительство объекты поэтому не будет продавать вообще как построиться тогда откроет продажа посмотрим так ли это будет на самом деле будут ли какие-то предложения несли я не буду там опять же за застройщика отвечать да мне это не нужно вот но я вижу что застройщики стараются от этого 214 все-таки отойти потому что это для них накладывает определенное финансовое время и как вот по крайней мере он застройщика континента я слышал хотел когда-то выходить на фазе 214 он сказал цена будет на 15 тысяч квадрата дороже для моих покупателей она не перед надо их и так покупать и мне проще найти деньги чем поднять такую цену что ли вообще перестанут и если сейчас сравнивать цену какая в континенте то есть да то представьте себе еще на 15 было бы дороже да из-за того что они вышли и аккредитовались там банками и так далее в общем ребят если все-таки вы думаете о том что я не показываю эти объекты до квартальные застройки так далее из-за того что там какая-нибудь комиссия там маленькая или у меня интереса нет нет я просто не хочу чтобы мне потом предъявляли вот эти претензии когда там стройка почему она заморозил а почему здесь вот они только три этажа за год подняли понимаете вот эти вот все вопли я слышу и так комментарии когда моих коллег которых я читаю смотрю какая реакция вот людей до изучая же но был я на этом фруктах недавно да там показала планировки показал познакомился сам поближе да посмотрел какой темп строительства сделал определенный вывод для себя для моих клиентов с которыми мы будем ввести уже диалог допустим при прокате опять же своим клиентам я всегда делаю право выбора и не бывает такого что я им навязываю или отговариваю абсолютно нет у людей есть выбор либо взять стройку либо что-то готовое по этому же ценообразованию понимаете то есть сам клиент должен брать на себя вот эти вот риски правда да сейчас кто-то скажет зачем ты тогда нужен ну если кто-то хочет допустим там приобрести фс стройку самостоятельно то ко мне редко они обращаются они сами а если люди которые хотят купить либо там заработать заинвестировать деньги в те объекты которые сейчас и не показываю то они ко мне обращаются и покупают и довольны да и оставляют так сказать лестные комментарии там да на канале и вообще с хорошими отношениями из одного объекта в другой перемещаемся а кто-то для себя взял сделал ремонт уже живет довольствуется это мое субъективное ребята мнение вы можете быть согласны с этим не согласны но вот я высказал свою точку зрения почему я не очень люблю эти долгие стройки можно так назвать нельзя назвать долгостроены но это долгая стройка в виде допустим там через два-три года она построится там все вот срок такой то вот за эти сроки отвечать не хочу атлера мне в принципе достаточно уже было и опять же всегда говорил то что я там купил это не означает что вы должны бежать сломя голову там что-то покупать была цена адекватные были предложения классные они отличались от предложения других каких-то конкурентов поэтому да были там хорошие продажи то есть и клиенты по крайней мере мои в этом комплексе никто не остался недовольным да то есть на примере допустим тех же фруктов кто-то покупает сейчас в ипотеку там ну или без ипотеки там отдает там 5 миллионов которые но за квартиру какой-нибудь которая будет владеть там дай бог через три года а кто-то за 5 миллионов покупает квартиру на предсдаче уже скоро зайдет на ремонт и при этом уже будет обладать этой квартиры опять же решение принимать только вам желаю вам хорошего дня подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропустить ну и жду ваши комментарии всем пока